Здравствуйте, уважаемые телезрители! В планах правительства Московской области все муниципальные районы Подмосковья перевести в статус городских округов. В прошлом году реформа затронула 6 районов. В этом году преобразования начались в Талдомском, Истринском, Русском и Люберецком районах. Чем вызвана реформа и что от нее ждать жителям нашего поселка? На эти вопросы мы попросили ответить главу городского поселения Томилина Игоря Николаевича Дворникова. Здравствуйте, Игорь Николаевич! Добрый вечер, уважаемые томилинцы! Игорь Николаевич, не секрет, что томилинцы неоднозначно восприняли информацию о присоединении нашего поселка к городу Люберце. Людей волнует не только будущее Томилина, но и чем это обернется для каждого жителя поселка? Я хотел бы проинформировать жителей поселка Томилина, что реформа местного самоуправления идет не только в Московской области, но и по всей России. Ищется наиболее оптимальная, наиболее эффективная система местного самоуправления. И в ходе таких достаточно серьезных процессов, на сегодняшний момент сейчас делается ставка на одноуровневую систему местного самоуправления. То есть планируется в Московской области, чтобы вся территория была разбита на городские округа. То есть вот мы сейчас привыкли, что мы живем в Люберецком районе. У нас получается Люберецкий район, это значит одна система местного самоуправления и наш поселок Томилин. Я извиняюсь, я стараюсь объяснить как можно проще для того, чтобы было понимание. То есть у нас в Люберецком районе выстроена двухуровневая система управления. И конечно же она вызывает ряд вопросов. Я просто хочу сказать или напомнить всем нашим жителям поселка Томилина, что эта система у нас сложилась после принятия закона о местном самоуправлении, который был принят в 131 закон в 2003 году. И она, я считаю, достаточно успешно развивалась. Ну мы сами должны понимать, что ничего вечного в нашей стране нет. Значит местное самоуправление реформируется. И как я уже сказал, ищется оптимальная система. Значит ты наш губернатор, значит на основании достаточно положительных результатов функционирования городских округов. А я хотел бы напомнить, что в Московской области есть несколько городских округов, которые работают в одноуровной системе местного самоуправления. Это Хинки, это Домодедово. И вот уже на протяжении, они работают так с 2004-2005 годов. И на протяжении вот этих 10 лет эта система показала свою эффективность. Поэтому было принято решение, значит в Московской области перейти к одноуровневой системе управления. Надо сказать, что уже на сегодняшний момент часть полномочий от поселка Томилино передана на уровень муниципального района. Например, это в 2006 году мы с вами передали детские сады и школы. А значит сейчас все, значит, система здравоохранения передана на уровень, значит, Московской области. Все вопросы по земле и все вопросы по строительству тоже сейчас находятся вне компетенции городского поселения Томилино на сегодняшний момент. Я просто хотел бы прокомментировать. Вы, наверное, знаете, что наш Люберецкий район, он, наверное, самый маленький в Московской области. Население почти 300 тысяч жителей. Площадь 12 231 гектар. И плотность населения почти 2500 жителей на квадратный километр. И на такой небольшой территории у нас с вами функционирует 5 городских поселений. Я напомню, это сам город Люберцы, Томилино, Малаховка, Октябрьский и Красково. Значит, административным центром Люберецкого района у нас является город Люберцы. Значит, соответственно, что мы сейчас имеем? Сейчас мы имеем, что в Люберецком муниципальном районе у нас с вами 6 глав, то есть 5 городских поселений. И плюс еще глава Люберецкого района, как настройка сверху. Получается 6 глав, 6 администраций, 6 советов депутатов и 6 бюджетов. Что предлагается? Что будет у нас? Один глава, одна администрация, один совет депутатов и один бюджет. Вот такие простые цифры, которые, так сказать, ну просто убеждают, значит, руководство Московской области и руководство страны о том, что надо проводить оптимизацию и надо готовиться к реформе местного самоправления. И, значит, Московская область выступает пионером в реализации реформы местного самоправления. Что нам это даст, вот даже, так сказать, если, так сказать, смотреть на эту реформу? Кто от этого пострадает, я бы даже так сказал. В первую очередь, конечно, пострадают те люди, которые работают в администрациях и городских поселениях. Самой главной, так сказать, проблемой будет, что у нас будет сокращен штат муниципальных работников. Я просто для справки хочу сказать, что сейчас во всем Люберецком районе у нас работает 814 человек. А когда у нас будет с вами городской округ Люберцы, будет 460. То есть, вот понимаете, штат у нас сократится практически в два раза. Поэтому, когда люди задают вопрос, кто от этого, значит, пострадает или потеряет, мы на сегодняшний момент говорим, что это, конечно же, работники администрации и советы депутатов наших городских поселений. Значит, что нам дает эта оптимизация? Ну, во-первых, оптимизация что нам дает? Что нам удастся высвободить те денежные средства, которые у нас тратились на работников администрации и на советы депутатов. Много это или мало? Ну, даже приблизительно, сейчас посчитали, порядка 358 миллионов рублей. Ну, с одной стороны, вроде бы большие деньги, а с другой стороны, нормальные деньги для того, чтобы реализовывать какие-то программы, которые есть на территории нашего с вами Люберецкого района. И самое главное, наверное, что здесь, значит, выстраивается такая одноуровневая система управления муниципальным, ну, городским уже округом. То есть, будет глава, будет один совет депутатов, будет один бюджет. Это позволяет наиболее в краткие сроки проходить все согласования и все решения, которые будут приниматься и в области, и на уровне городского округа, будут быстрее реализовываться. Один глава, один совет депутатов. Не получится ли так, что один глава и этот совет депутатов будут продвигать интересы, прежде всего, вот города, Люберцы в нынешнем его понимании, а вот про остаточные территории будут финансироваться по остаточному принципу? Ну, вы знаете, я практически уверен, что такого не будет, потому что, так как у нас пойдет реформа, я не сказал, наверное, что у нас будет сформирован новый совет депутатов городского округа. Значит, это будет у нас порядка 25 депутатов. И в соответствии, значит, с численностью каждого городского поселения, там будет определенное количество депутатов, которые будут представлять интересы, ну, мы говорим про Томильно, от Томилина. Это порядка трех депутатов. Я хочу сказать, это достаточно такой серьезная цифра. И если мы с вами, так сказать, выберем людей, которые понимают в местном самоуправлении, мы можем надеяться, что те, будем говорить, работы или те преобразования, которые начались у нас с вами в поселке Томильно, не остановятся и продолжатся. В последние годы в нашем поселке реализуются долгосрочные программы, причем многие из них должны служить людям десятилетиями, вот не придется их свернуть. Ну, знаете, мы рассчитываем и уверены, что развитие поселка не замедлится и продолжится в том направлении или по тем планам, которые были заложены вот сегодняшним советом депутатов и администрации поселка Томилина. Мы привыкли, что администрация, депутаты наши всегда в гуще событий, всегда среди народа. И вот жители привыкли вести с вами, с вашими коллегами прямой диалог, сообщать, решать проблемы. А недалеко ли станет власть от народа в связи с укрупнением территории? Сразу хочу всех успокоить. Власть, местная власть по-прежнему будет доступной. Она будет доступна. Вы знаете, что у нас сейчас развивается сеть государственных и муниципальных услуг, которые мы предоставляем через многофункциональные центры, через МФЦ. И будет территориальное подразделение в поселке Томилино, которое будет вести прямой диалог с населением. — Игорь Николаевич, жители сельской части Томилина беспокоятся, что в связи с объединением в городской округ отменят льготы. Стоит ли им бояться этого? — Я думаю, эти переживания напрасные. Все льготы, которыми сейчас обладают жители сельских населенных пунктов поселка Томилина, они сохраняются. За примером ходить не надо. У нас, это в Московской области, образованы городские округа, которые уже работают, и там эти льготы действуют на этих территориях. — Игорь Николаевич, все-таки мы слабо себе представляем, что будет с нашим Томилино, когда будет создан городской округ Люберца. — Я хочу еще раз всех успокоить. Томилино было, есть и будет. Меняется только форма административного управления. Как мы с вами были томилинцами, так мы с вами и останемся. Если мы раньше с вами писали поселок Томилино Люберецкого района. Сейчас мы будем писать поселок Томилино, городской округ Люберца. Вот такие, в общем-то, словесные изменения. Это чисто административная идет реформа. Я хочу сказать, что когда будет создан городской округ, он тоже должен принести, на наш взгляд, достаточно такие ощутимые результаты. Ну, допустим, у нас по всему Люберецкому району, я сейчас пока говорю, Люберецкий район, городскому округу, будет единый тариф для населения. То есть мы не будем, как сейчас, пенять, что там в Малахке один тариф, в Люберцах другой. Единый тариф, значит, на весь городской округ Люберцы. Конечно, будет оптимизация жилищно-коммунальной сферы. То есть произойдет реформа, и на базе наиболее успешных компаний будут созданы организации, которые будут эксплуатировать жилищно-коммунальное хозяйство. Будет единая система потребления ресурсов. И я вот рассказывал, что будут единые планы благоустройства. Хотя я хочу сказать, в поселке Томилино мы для себя уже определили эти планы. Ну, я думаю, так сказать, я даже практически уверен, что планы поселка Томилино возьмут за основу благоустройства. Сразу хотел бы успокоить. Всех волнует, особенно для жителей, волнует проблема жителей сельских населенных пунктов. Каким образом будут осуществляться земельно-имущественные отношения? Сразу хочу ответить. Будут единые налоговые ставки и льготы. Они сохраняются. Они будут сохранены в рамках городского округа. Будет единый учет реестра муниципальной собственности. И вот эти все вопросы земельные мы будем решать в едином месте, в городском округе Люберцы. Значит, много будет вопросов, которые, наверное, жители беспокоят. Это архитектура, строительство, генплан поселка Томилино. И они важны, эти вопросы. Они беспокоят жителей сельской опять части. Могу сказать, что сейчас практически генплан поселка Томилино у нас на выходе. И просто, когда будет окончательно сейчас утвержден генплан поселка Томилино, он вольется в единый генеральный план городского округа Люберцы. То есть, все те, будем говорить, позиции, которые отстаивали жители, рассматривая генплан поселка Томилино, они сохранятся в генплане городского округа Люберцы. Но он будет единый, и я думаю, это, кстати, позволит учитывать развитие всех территорий, которые будут входить в этот городской округ, ну, на перспективу. Это тоже достаточно важно. Но еще раз говорю, никаких принципиальных изменений, никакой многоэтажной застройки около сельских домов у нас с вами не будет. Плюс еще надо тоже о нем сказать, что, конечно же, будет сокращение сроков прохождения документации. Если сейчас документация рассматривалась в поселке Томилино, потом она уходила в Люберецкий район, и только после этого уходила на Московскую область, сейчас будет рассматриваться в одном месте, значит, соответственно, быстрее мы должны реагировать на тот документный оборот, который будет приходить в городской округ Люберцы. Важно, да, наверное, многие знают, будет единое дорожное хозяйство и транспортная система в поселке, в поселках, в городском округе. Вы, наверное, сейчас знаете, что за транспорт у нас отвечает Люберецкий район, и все вопросы по транспорту мы согласовываем с Люберецким районом. Будет создано единое дорожное хозяйство, которое позволит учитывать проблемные территории по всему городскому округу. Я просто хотел бы напомнить жителям, что на сегодняшний момент часть полномочий по дорожному строительству мы и так передали на уровень Люберецкого района. Важно сказать о том, что будет инвестиционная привлекательность территории, потому что территория будет объединена под единым началом. И, так сказать, в одном месте, то есть в городском округе, будут рассматриваться все инвестиционные программы. Я бы хотел успокоить тех жителей поселка Томилино, которых беспокоят важные вопросы. Вопросы, надо ли менять документы или не надо. Вроде бы, так сказать, такой неважный вопрос, но хотелось бы ответить. Документы, с которыми мы сейчас живем, паспорта, документы на право собственности или иные документы мы с вами менять не будем. Они останутся такими, как они есть. Будет новый совет депутатов, и в этом совете депутатов будут представлены депутаты от поселка Томилино, которые будут защищать и продвигать те программы, которые будут проходить в рамках уже городского округа. Я хочу просто еще раз подтвердить, что и администрация поселка Томилино никуда не уходит. Значительная часть тех людей, которые работают в администрации поселка Томилино, перейдет работать в городской округ, потому что все равно эта территория остается. Этой территорией надо заниматься, и этой территорией будут заниматься те люди, которые сейчас работают в поселке Томилино, в администрации. Уважаемые жители поселка Томилино, я просто хочу обратиться к вам с огромной просьбой. Отнестись к происходящим преобразованиям с пониманием. Эти преобразования неизбежны и, безусловно, направлены на эффективную работу власти в нашем с вами родном Люберецком районе.